Продолжение следует... Поверьте, Прабу, я был прекрасным водителем, опытным. Я мог припарковать этот автобус в любом месте с закрытыми глазами. Но так или иначе, когда Прабхупада и все эти Саньяси, старшие, приотносили в автобусе, я был в ужасе, я жутко нервничал. И вот мы выехали из тоннеля Линкольна. Это был большой поворот, огражденный высоким цементным бордюром. И каким-то образом колесо застряло в бордюре. Я не мог повернуть, чтобы освободить его. Автобус повело по кривой бордюра, летели искры, но никто этого не заметил, кроме меня. А я молился, Кришна, почему ты делаешь это со мной сейчас? Я убью своего гуру, Саньяси, Божества. Мы все полетим кувырком. Я сказал, убей меня в любое время, в какое захочешь, но, пожалуйста... Я никогда не испытывал такого страха, таких беспокойств и страданий. Я просто молился, пытаясь удержать автобус, чтобы колесо вывернуло влево. Наконец, где-то через две напряженных минуты, они длились в вечность, несколько вечности. В конце концов, автобус вывернул. Я точно оставил часть своей жизненной силы на том повороте в тоннеле Линкольна. Шрила Прабхупада стоял и любовался прекрасными полями. Предные собрались вокруг. Там было двое юноши, начинающих предных, очень вдохновленных. Они были родом из соседней деревни. И они принесли из своего сада корзину, наполненную овощами. Шрила Прабхупада взял из корзины баклажан. И просто держал его в руке, как будто это был какой-то драгоценный камень. Он держал его перед собой и просто смотрел на него. Он был действительно ценен. И можно было видеть, как доволен был Прабхупада. В какой-то момент он заговорил о том, что мы должны кормить соседние храмы в городе, обеспечивать их сочными, свежими продуктами. Более того, во время нужды мы должны быть готовы выращивать достаточно продуктов, чтобы накормить людей, живущих в радиусе 10 миль. Прабхупада отправился осматривать коровники, парк сельхозтехники. А Парамананда немного извинялся за то, что несколько месяцев назад Прабхупада отчитал их в новом талаване за сельхозтехнику. В действительности, дело было в том, что они хранили технику под открытым небом, и она ржавела. Однако в Гитонагаре у нас было много сельхозтехники, но все было хорошо укрыто. Однако Парамананда был очень мнительным. Поэтому, показывая Прабхупаде разную технику, он говорил, «Это диск, и он делает работу за столько-то человек, а это плуг, и он заменяет столько-то человек». И Прабхупада не проронил ни слова, но когда Прабхупада давал свою лекцию позже вечером, то сказал, «Не подумайте, что мы ненавидим технику, все можно использовать в служении Кришне». Он также почувствовал наше нежелание жить в городах. Заметив это, он обронил в своей лекции, «Не подумайте, что мы ненавидим города и деревни, все принадлежит Кришне». Он увидел наше настроение и без труда пробил покрытие нашего сознания. Когда мы встретили Прабхупада в аэропорту в Нью-Йорке, я ехал на машине за ним. Тамал, Адикешева, Рамешвара были в машине с Прабхупадой, и они хотели показать Прабхупаде, где находится храм в окружении остальных престижных зданий в Нью-Йорке. Мы поехали через Парк-авеню вокруг вокзала Грэнд-Централ и здание Сигрема, где работал мой отец, а он был одним из поручителей храма. Он выступил для нас поручителем, чтобы мы могли получить это здание. Поэтому, когда они проезжали мимо здания Сигрема, которое само по себе было архитектурной достопримечательностью, первым полностью стеклянным небоскребом в Нью-Йорке, преданные сказали Прабхупаде, «О, посмотрите, это здание отца Дриштадюмны, с вами самая большая винная компания в мире». Прабхупада сказал, «Винная? Хиранье Кашипу». «Но его сын подобен прохладе». Мой муж Чейтани Симха работал на стройке храма в Лос-Анджелесе до самого окончания. Однажды Ширлапрупада позвал его к себе в комнату и сказал, «Сейчас мне сообщили, что мы только что купили 13-этажное здание в Нью-Йорке». Он объяснил моему мужу, что это был старый дом престарелых, очень ветхий, и на всем нижнем этаже нужно было провести новые коммуникации, превратить его в алтарную комнату, а все этажи перекрасить, оштукатурить и отшлифовать. Работы было немыслимо много, и он просто спрашивал моего мужа, сколько времени на это потребуется. Мой муж все подсчитал и хотел было уже сказать, «Возможно, мы сможем закончить за год, но не успел он открыть рот». Как Ширлапрупада посмотрел на него, улыбнулся и сказал, «Я собираюсь быть в Нью-Йорке через полтора месяца». Я помню, как мой муж приехал домой и сказал, «Собирай чемоданы, завтра утром мы переезжаем в Нью-Йорк». И так и произошло. Мы сразу приступили к работе, и честно вам скажу, я не помню, чтобы за эти шесть недель мы спали, возможно, спали, но это был круглосуточный шестинедельный марафон, и нам это удалось. Я не знаю, как это получилось, но только по милости Прабхупады. Однако это имело сладостный конец. Когда Ширлапрупада приехал, мы образовали коридор от машины до парадной двери, и все стояли с красивыми подарками для Ширлапрупады. И затем я увидела своего мужа, который вышел откуда-то, где завершал последнюю работу. Я догадалась по его виду, что он чувствовал. У всех что-то было для Ширлапрупады, а у него ничего не было. И он бросился назад и пробежал в Пуджарскую, в цветочную. Но все цветы до единого разобрали, и все, что он смог найти, это была одна роза, почти мертвая и потемневшая. Он схватил ее и бросился на улицу. Он держал ее в руке, и затем Ширлапрупада вышел из машины и поплыл, словно лебедь. Все давали ему подарки, и его руки наполнялись. И он передавал подарки своему слуге. А затем мой муж глядел на все эти подарки и в конце концов спрятал свою старую полусгнившую розу за спину. Ширлапрупада все время смотрел прямо, но затем он подошел к моему мужу, остановился и протянул свою руку. Мой муж в минуту стоял без движения, но Прапрупада жестом поросил, «Дай мне это!» И тот достал из-за спины повядшую розу и положил в руку Ширлапрупады. И Прапрупада взял цветок обеими ладонями, в Пранаме, и, повернувшись к моему мужу, сказал, «Спасибо тебе большое!» Он такая удивительная душа. Самым волшебным в Ширлапрупаде было то, что он все знал. Он прекрасно знал ваше сердце. Что касается Радхаятры, Ширлапрупада спросил, «Как можно получить разрешение?» Так как он знал, что разрешение на парад по Пятому авеню получить очень трудно. В действительности это технически противоречило правилам, так как по указу мэрии с 1962 года никакие парады не разрешались. И он спросил, «Как же это осуществить?» И я подумал, что должен ему что-то сказать, раз он спрашивает. В конце концов, это была его милость, его лила. Я просто сказал, «Ширлапрупада, в заявлении я написал «Три повозки с ручной тягой». И Ширлапрупад рассмеялся и сказал, «Да, это в нашей традиции». Как Ваманадеф, например, попросил всего три шага земли. Конечно, что всегда поражало в островных комментариях Ширлапрупада, это то, что они были наполнены духовной мудростью и знанием и были совершенно неправизвольными и сказанными как бы невзначай. Да, это в нашей традиции. Удивительно. Ратхаятра в Нью-Йорке была поистине легендарным событием. Это был великий триумф, который мне удалось заснять. Я из Нью-Йорка, и я ходил в среднюю школу рядом с отелем «Плаза», откуда и в наши дни начинается Ратхаятра. Я вырос на верхнем Истсайде и знал о том, какое значение имеет проведение Ратхаятры на Пятой Авеню. Я действительно понимал, что это значило, и понимал, насколько это важно для Ширлапрупады, потому что он начинал в Нью-Йорке, и Нью-Йорк значил для Ратхаятры очень много, потому что это самый важный город в мире. Я думаю, что Ратхаятры знал, что если он сможет укрепить свою позицию в Нью-Йорке, это благоприятно отразиться на всем. Для меня аппарат Ратхаятры по Пятой Авеню со Ширлапрупадой на колесницах был одним из самых триумфальных событий в истории Искон, так как Нью-Йорк — это большое яблоко, в том смысле, что весь мир следит за событиями в этом городе. И так и было. На следующий день в Нью-Йорк Таймс на первой полосе была фотография колесницы Ратхаятры, движущейся по Пятой Авеню. Я очень гордился, так как знал, что Ширлапрупады увидят это. Статья очень серьезная и в хорошем свете рассказывала о Ратхаятре с Прабхупадой. Парад по Пятой Авеню с Господом Джаганадхой был исполнением мечты жизни Прабхупады. Я сидел с Прабхупадой однажды в Майяпуре, и он повернулся ко мне и сказал, «Когда я был мальчиком, я хотел проводить Ратхаятру». И мой отец купил мне колесницу, и Прабхупада смотрел на меня, как будто ему было 6 или 8 лет. И он сказал, «Все думали, что это была просто игрушечная Ратхаятра». И он коснулся меня так своей рукой и сказал, «Но это была настоящая Ратхаятра». Он сказал, «Я шел спать и оставлял колесницу рядом с собой. Ночью я просыпался и протягивал руку, чтобы убедиться, что колесница стоит рядом со мной. Так с детства я проводил маленькую Ратхаятру, а сейчас я провожу ее со всем размахом до всему миру». Еще мальчиком он мечтал сесть на поезд, следующий из Калькутты в Пури, чтобы посетить Ратхаятру в Джаганадха Пури. Какое желание для ребенка. Такое чистое желание. И Господь Джаганадха исполнил его в таком масштабе. В 1976-м, после Майпура, мы с Тамал Кришна Махараджем отправились в Нью-Йорк к моему отцу, чтобы тот помог нам попасть в Китай. Ведь тогда Китай был закрытой страной. Мадам Мау была у власти, и ее банда четырех были жуткими ксенофобами. Ни одному человеку с Запада не давали разрешения на въезд, кроме исключительных случаев. Благодаря связи моего отца мы смогли получить документы представителей компании «Благовония. Духовное небо», занимающихся поиском древесины для благовоний. В Нью-Йорке мы приобрели костюмы от Брукс Брадерс и начали отращивать волосы. За группу отвечал Мадудвиша, который был в GBC Нью-Йоркской группы Раддамодар и Гитанагари, а Ади Кешева был президентом в Нью-Йорке. У нас там была комната, и мы занимались подготовкой. А потом отправились в Гонконг через Гавайи, где Брабупада писал восьмую песню «Историю о Гаджендре». В то время случилось одновременно два события. Первое. Он больше не одобрял нашей поездки в Китай, потому что считал, что при данных обстоятельствах это будет просто пустой тратой времени. Там не будет никакой возможности для проповеди. Второе. Исчез Мадудвиша, оставив Саньясу. Брабупада сказал, «Вернитесь и примите ответственность за группу». И это последнее, что мы хотели слышать от Брабупады. Мы еще помнили о той эмоциональной встрече два месяца назад в Майяпуре. Мы были сильно потрясены. Брабупада сказал, «Возвращайтесь и возьмите ответственность за группу, но одно вы должны усвоить. Нельзя давить на людей». Мы также говорили о Саньясу. Брабупада сказал, «На самом деле, я никому из вас не дал Саньясу, но я сражаюсь с Майей, материальной энергией, и мне нужны лидеры». Он сказал, «Это называется мобилизация в военное время». «Нет опытных лидеров, но кто-то должен руководить. Поэтому нужно выбрать каждого пятого и назначить его лейтенантом отделения. Он в действительности никакой не военный, но мы назначаем его лейтенантом на время, и он берет ответственность». И Брабупада сказал, «Следует понимать, что вы недостаточно подготовлены к этому сражению, и большинство из вас падет». Сейчас, когда я стал старше, я знаю, что он этим хотел сказать. Мы знали очень мало, но были полны энтузиазма. И вот мы опять появились в Нью-Йорке, так и не поехав в Китай. А Брабупада направлялся туда. Тамал и Адикешева спросили, «Не смог бы я взять на себя руководство всей Радхаятры?» И я согласился. Было так прекрасно работать с Джайанандой, я никогда этого не забуду. Шествие продолжалось уже около мили от Центрального парка и приближалось к парку в Вашингтон-сквер в конце 5-го авеню. Шила Брабупада взошел на колесницу Субадры на 34-й стрит, а полицейские, которые наблюдали за парадом, отметили это и позднее сказали мне, «Этот человек действительно особенный». Группа этих полицейских добровольно каждый год брались за эту работу, потому что испытали особые чувства на этом празднике. Это было дело добровольное. Конечно, им что-то выплачивали за это, но им было интересно. И они ждали следующей Радхаятры, чтобы поучаствовать. Парад Радхаятры шел по 5-й авеню, а мы поехали по параллельной улице где-то до 6-й авеню. Мы пересекли пару кварталов и увидели на одном перекрестке одну из колесниц, а затем, когда выехали на следующем перекрестке, увидели вторую. Парад вытянулся на целый квартал и выглядел поистине впечатляющим с нашей позицией. Затем мы проехали перекресток и остановились на той стороне, где стоит здание Empire State. И подождали несколько минут, так как были немного впереди колесницы. Наконец колесницы остановились как раз там, где мы стояли. И тогда Прабхупада вышел. Я помню, началась настоящая потасовка. Там собрались репортеры из газет и телевидения. И все они, буквально один или двое из них, дрались друг с другом, чтобы пробраться вперед, так как была такая толчая. А преданные окружали Прабхупаду, когда тот вышел и пели, танцевали, как сумасшедшие. Прабхупада просто проплыл через все это. Прабхупада стукнулся головой в верхнюю палубу, но она была низкой в целях безопасности, так как мы боялись, что какие-нибудь сумасшедшие попытаются что-нибудь сделать. Мы тоже сели с Прабхупадой под палубой, и там еще было трое или четверо предных, сидящих по углам, рядом с Весасаной. Позже я узнал, что все они были вооружены, у них были пистолеты. Думаю, тогда в Америке как раз начали действовать депрограмматоры. До этого в июле в Лос-Анджелесе были пикеты, и преданные немного опасались их. С нашей позиции нам было плохо видно. Мы сидели под палубой. Все, что нам было видно, это толпы народу вдоль всей улицы. Прабхупаде это очень понравилось, потому что ровно 10 лет назад он учредил Искон в Нью-Йорке в маленьком магазинчике вместе с небольшой группой из 5-10 хиппи. А сейчас он снова в Нью-Йорке торжественно плывет по 5-й авеню с огромными колесницами на глазах у сотен и тысяч людей. Прабхупада сказал, что это было исполнением его мечты. Я жил с Джейнандой 2 года в Сан-Франциско. Мы были очень близки. Он весь был погружен в подготовку, как и обычно. Все делал сам, совершал сверхчеловеческие усилия, готовя колесницы к празднику. Я поднялся на лифте того небоскреба и, завернув за угол, оказался в душевой в конце коридора. И там я увидел Джейнанду, и тот шел, согнувшись буквально параллельно земле. Я закричал, «Джейнанда!» и побежал по коридору. Прежде чем он вошел в комнату, я оказался перед ним и сказал, «Джейнанда, что с твоим телом? Что с твоим здоровьем?» И он посмотрел на меня, положил свои руки мне на плечи и сказал, «Хорошо, я скажу тебе кое-что, но ты должен пообещать мне, что не скажешь ничего до окончания, Радхаятры». «Хорошо, Джейнанда, — сказал я, я ничего не скажу». Тогда он поднял свою руку, и под его подмышкой я увидел две огромные опухоли. Затем он поднял вторую руку, под которой было то же самое. Я сказал, «Джейнанда, — ты должен позаботиться», и тот сказал, «ты пообещал». Поэтому, дав обещание, я держал рот на замке. Конечно, оказалось, что у него была лейкемия. Это означало, что Джейнанда страшно страдал, когда готовился к Радхаятре, и тогда же была снята эта знаменитая фотография, как он тянет колесницу в полном блаженстве. Если посмотреть на его лицо, то не скажешь, что его пронизывала боль. Вот таким был Джейнанда, твердым в служении Шриле Прабхупаде. Я получил саньясу в 1975 году. Я еще был относительно молодым саньяси, и, конечно, молодым человеком. Мне было всего 25 лет. Прабхупада был у себя в апартаментах на 11 этаже, а я сидел с ним, и он сказал мне, «Трипурани, Махарадж, ты видел нью-йоркских женщин?» Я был молодым саньяси, и я не знал, что ответить. «Видел ли я нью-йоркских женщин?» Я колебался с ответом, а он продолжал, «Они такие красивые, такие очаровательные». И он принялся говорить о женщинах Нью-Йорка. Затем он сказал, «И так они повелевают всеми мужчинами Нью-Йорка». И так как они повелевают всеми мужчинами, были возведены все эти здания в Нью-Йорке, и появился весь этот огромный город. Так он продолжал в этом духе описывать становление Нью-Йорка. Все это вишну-майя. Для меня это было очень поучительно, потому что часто саньяса в искон подразумевала женоненавистничество, женщин следовало избегать и так далее. Но посмотрите на Прабхупаду, совершенного саньяси. Свои размышления о женской красоте и очаровании он смог подвести к совершенному сознанию Кришны. Все это вишну-майя. Он мог медитировать на материальную природу, материальную энергию, но так как видел ее в связи с Кришной, он никогда не находился в опасности заразиться ею. В этом истинный смысл саньясы. Эти его слова очень воодушевили меня. Он не пытался преподать мне какие-то уроки, он лишь был самим собой, просто делился своими мыслями. Конечно, когда он это делал, как бы поэтично и прекрасно не выражались его эмоции, и слова, они были глубоки и поучительны. В любой день улицы Нью-Йорка и в парке Вашингтон-сквер были всегда полны народу, это новое событие Радхаятра привлекло внимание даже Нью-Йоркцев, которых трудно было чем-то удивить. Они впервые увидели буквально сотни облаченных в шафран и белые преданных, энергично прыгающих в киртоне. А вершиной всего был Шрила Прабхупада. Сцена была размещена прямо под аркой. Прабхупада поднялся на нее, и там был океан людей, преданных со всех Соединенных Штатов, а также множество наблюдателей. Мы все сидели на сцене лицом к Прабхупаде, а все остальные стояли на земле, и Прабхупада был единственным, кто смотрел на всех. Он уехал где-то через 20 минут. Он дал короткую речь о истории Радхаятры, и затем уехал и вернулся в храм, оставив преданных провести и оставшуюся часть фестиваля. Мы вернулись в храм, Прабхупада был несколько уставшим. Он сразу пошел отдыхать, попросив меня растереть ему ноги и стопы. Когда я начал массаж, он стал смеяться и сказал, «Я думал, там будут фанатики». Я спросил, «Что вы сказали Шрила Прабхупада?» Я помню, что там были какие-то христиане со своими плакатами «Гореть вам вечно» и так далее. Прабхупада сказал, «Ты не видел?» Там был один человек, он кричал. Он стоял на перилах фонтана и мешал мне говорить. И тогда один здоровенный чернокожий подошел к нему и скинул его в фонтан. Прабхупада смеялся от души. А Тре Риши сказал мне, чтобы я поклонилась Шрила Прабхупаде, когда войду в комнату. Но я никогда еще не кланялась до этого. Я была совсем начинающей. Я не собиралась кланяться никому. Но я вела себя уважительно. Я вошла и, сложив ладони, слегка склонила голову и ничего не сказала. Затем я не знала, куда идти, и просто вернулась назад в комнату. Шрила Прабхупада сидела в другом конце за столом. Он посмотрел на меня и сказал, «Итак, тебя интересует сознание Кришны?» Я помню, что я не поняла ни слова сказанного. Я никогда прежде не встречала никого из Индии, не слышала, как он говорит, поэтому я не разобрала его акцента. Прабхупада понял мое смущение и сказал моему мужу, «Ты будешь переводить?» Мой муж посмотрел на меня и сказал, «Ты интересуешься сознанием Кришны?» Затем мы немного поговорили, я задала несколько вопросов. Затем одна молодая женщина вошла в комнату с большой чашкой сладостей. Это были белые шарики, похожие на большие мячи для гольфа. Тогда я не знала, что они были сладкими. Он посмотрел на меня и жестом попросил подойти ближе. Я встала, подошла к столу, и он сказал, «Протяни руку». Я притянула мою левую руку, и он попросил, «Нет, нет, другую руку». Я притянула правую руку, и он взял один из этих шаров и положил мне в ладонь. Я помню, что он был сочным. Я помню, сок капал у меня с руки, и я пыталась держать шарик так, чтобы сок не капал. Я посмотрела на шарик, посмотрела на правопаду, снова на шарик. Я была не уверена, что я должна с ним делать. Правопада сделал жест рукой и широко открыл рот, показывая, «Клади его в рот». Я так и сделала. Этот огромный шар я целиком засунула в рот. И когда раскусила его, сок оказался настолько сладким, а зубы заскрипели, от чего мои глаза выпучились. Это было так здорово, что правопада устроил такое представление, и он долго смеялся. Мы еще поговорили несколько минут, и затем кто-то вошел и сказал, «Шила, правопада, вам пора выезжать в аэропорт». Сначала уехали с Аняси, затем уехал мой муж, а я продолжала думать, что мне такое сказать, что ли правопаде, чтобы он понял, как я благодарна за то, что он уделил мне время и поделился теплыми чувствами. Я все думала и думала, «Что же скажу?» И я вот уже вышла за дверь, и в конце концов, в последнее мгновение, я повернулась, сложила руки, посмотрела прямо в глаза Прабхупаде и сказала, «Харе Кришна». Тогда я произнесла Харе Кришна впервые, и правопада тут же сказал, «Джая». Затем я ушла, я была на вершине блаженства. С этого началась моя духовная жизнь. После колледжа я отправился в Индию примерно на год, затем вернулся в Англию. Меня очень интересовала индийская философия. Я читал много книг, и однажды я сделал заказ на гиту Прабхупады. Я получил ее по почте. Я прочел ее за несколько дней, и она потрясла меня, так как была настолько ясной, осмысленной и правильной. Я ни в чем не смог найти изъяна. Я подумал, «Это совершенная книга». Затем я автостопом отправился по указанному адресу в поместье. Я прибыл туда, и как раз в те выходные там был Прабхупада. На самом деле, когда я вошел в поместье, Прабхупада как раз давал даршан. Рахининандана пригласил меня на даршан. Это был даршан для новых людей. Я сел, и как будто случайно я оказался прямо перед Прабхупадой. Прабхупада сидел совершенно расслабленным, а я с волнением смотрел на него. Я сразу почувствовал взаимопонимание. Прабхупада сидел там, и время от времени бросал взгляд на меня, и улыбался мне. Это наполнило меня вдохновением. Я чувствовал, что Прабхупада смотрит на меня и говорит, «Где ты был?» Так или иначе, на следующий день Прабхупада уехал на Соха-стрит, после чего вернулся. И преданно устроили пышный прием. Черный Роллс-Ройс подкатил к внутреннему входу поместья. Когда он подъезжал, я посмотрел в окно и увидел лицо Прабхупады. Я поразился тем, сколько любви в нем было. Прабхупада вышел из машины, и его окружил громкий киртан. Преданные подпрыгивали в воздух и пели. Прабхупада бросил на меня взгляд и указал своим подбородком на десятилетнего мальчишку, который танцевал рядом со мной с поднятыми руками. Указав на него, он улыбнулся мне. Я сразу понял, вот что я должен делать. Прабхупада видел, что я был скомфуженным. Я тут же понял, вот что такое сознание Кришны. Просто танцевать и петь, как ребенок, без каких-либо ментальных комплексов. Это случилось в августе 1976-го, установление божеств Рада Мадана Махана. Прабхупада очень рад делал о том, чтобы представлять наше движение правильно, учитывая время, место и обстоятельства. Хотя Шилл Прабхупада несколько раз объяснил, что мы не нуждались в сложных ритуалах, он прекрасно сознавал, что если не провести эти церемонии в таких местах, как Южная Индия, местные люди посчитают, что храм не настоящий. Мы обсудили с Прабхупадой и пригласили 12 браманов-вайшнауф-рамануджи из Южной Индии во главе с Сампад-Кумаром Батачарией, которые прекрасно разбирались в церемонии открытия вайшнауфского храма. Когда Шилл Прабхупада приехал в аэропорт, они устроили ему пышный прием и совершили настоящую ачарья-пуджу. Есть даже запись лекции, где Шилл Прабхупада говорит о том, что в эту эпоху осталось очень мало браманов, но он был доволен тем, что, по его мнению, в Южной Индии еще были истинные браманы. Они установили очень красочный пандал, где мы провели всевозможные авторитетные ведические вайшнавские церемонии. Махамса Свами, и Ачютананда Свами пригласили министра штата Андропрадеш, Пула Редди, очень состоятельного бизнесмена, который пожертвовал землю и подключил разных людей к строительству храма. Мы собирали пожертвования на храм, Ачютананда Свами, и я проповедую в Южной Индии. У Прабхапады состоялась очень интересная беседа в комнате с некоторыми из этих браманов. Они вели беседу на санскрите, цитируя разные шлоки из Бхагавадгиты, из Шастры. Прабхапада повернулся к одному браману, который поклонялся Нарисимхе, он был браманом-вайшнавом из Рамануджаса Прадай, и попросил его провести его по всем главным храмам Южной Индии. «Я хочу посетить их и восстановить Варнашу Мадхарму в Южной Индии», — сказал он. Они говорили о том, как посетить все главные храмы, такие как Тирупати, Шри Рангам, Мадурай, Рамешварам, Удупи. Шри Ва Прабхапада проповедовал им, что на образованных ученых-браманах, высококультурных людях, лежит ответственность за проповедь местному населению. Прабхапада сказал, «Я приеду и покажу вам, но в целом Прабхапада был очень доволен открытием храма. И в день Вьясапуджи была большая церемония. Министр штата Андропрадеш дал замечательную речь, и все преданные к Вьясапуджи, Шри Прабхапады, подготовили прекрасное выступление. Эти дни были насыщены счастливыми событиями, церемониями, киртанами». Говорили о Кумбамеле, и Шила Прабхапада сказал, что это самая благоприятная Кумбамела за 144 года, «И все ариши и мудрецы и саду соберутся там отовсюду». Мы почувствовали, что обязаны там участвовать и начали думать, как туда попасть, но не было ни поездов, ни самолетов, никакой возможности добраться туда. Все было забронировано за несколько месяцев до праздника. Абирам знал менеджера всего железнодорожного вокзала в Бомбее, его звали господин Гупта. Он пришел и увидел Шилу Прабхападу и присоединил два дополнительных вагона для преданных к поезду, один вагон второго класса и один первого, чтобы преданные могли добраться. По дороге мы сидели в купе, соседнем с купе Шилы Прабхапада и Рамеша Примахараджа. Изо всех сил старались услышать, о чем они говорят. Мы слышали их голоса, но не могли разобрать. Тем не менее, было приятно сознавать, что Шилы Прабхапад находится рядом. По дороге на фестиваль, по-моему, было час или два ночи, я вдруг проснулся, широко раскрыл глаза. Я огляделся, ожидая увидеть спящего Шилы Прабхападу, но он сидел и явно ожидал, когда я проснусь. как-то ему удалось меня разбудить. Он предоставил мне возможность говорить с ним, и мы проговорили несколько часов. Я задавал все вопросы, которые только приходили мне в голову, о мире, о мировых событиях и о грядущих событиях. Мы говорили о холодной войне, о ядерном оружии. мы обсуждали множество тем. Прабхапада объяснял все с позиции абсолютного знания. Он говорил там, почему мир всегда исполнен насилие, почему все время происходят войны, страдания, боль. Мне это помогло понять, что в какое бы время истории вы ни жили, это всегда будет иметь место. В начале 77-го в Ванкувере мы выходили на Сан-Киртуну. Я был с Крипанидхи-дасом. Мы доверху загружали книгами в микроавтобус. И по какой-то причине я сказал Крипанидхи, что в тот день я пойду один. К концу дня я распространил 640 Шимад-Бхагаватам и Читань-Чиритамрит. Позднее я оказался в Беркли и Рада-Валаба подошел ко мне. Тогда он ездил с Прабхупадой на поезде на Кумбамелу. И он сказал, что Прабхупада очень болел. Он лежал и преданные показали ему газету, где рассказывалось обо всех преданных и храмах по всему миру участвующих в распространении книг. А имя самого успешного распространительного помещалось под его храмом. Рада-Валаба сказал, что Прабхупада сел и указал на мое имя и сказал, вот что дает мне жизнь, когда я вижу, как мои ученики распространяют вот так мои книги. И указал на мое имя Тотагопинат. Каждый раз, каждый раз, когда я рассказываю эту историю, даже сейчас, я не могу сдержать слез, даже сейчас. Это то, что помогло мне остаться преданным ради этой одной секунды, особого мгновения, когда Прабхупада указал на ваше имя и признал вас. Когда мы прибыли туда, нас проводили до места лагеря и Шива Прабхупада был недоволен местоположением, потому что оно было довольно удаленным. Он позвал менеджеров и строго спросил с них, почему мы в этом месте, ведь он хотел быть в центре, в середине событий. Но в конце разговора он сказал, ничего, я сделаю вас центром событий. И он посылал Харинам Санкхиртан и группы распространителей к людям в течение дня. Он хотел, чтобы был хороший просад. В первый день просада было недостаточно для раздачи людям. Хватало только на преданных. А Шива Прабхупада указывал, что организация оставляет желать лучшего. не думаю, что во время праздника мы все делали так, как планировал Прабхупада. Киртан и большая сцена и так далее. Потому что Прабхупаде становилось хуже. Он проявлял признаки болезни, которая продолжалась те последние шесть или семь месяцев. и поэтому было видно, что ему было неудобно. Казалось, что ему больно, но его это не беспокоило, ибо он был трансцендентен. На том фестивале было много смешанных чувств из-за этого. Но там был нескончаемый парад из всевозможных людей, особых персон, духовных лидеров, которые приехали туда и узнавали, что Прабхупада был там, и находили наш лагерь, и приходили к Прабхупаде за благословениями. В этом заключалась цель этого фестиваля очиститься самому в этих реках и получить даршин святых людей. И те, кто знал, старались найти Прабхупаду. преданные из Лос-Анджелеса с несколькими новыми баларам-мридангами. Это были красочные барабаны, легкие. Всем они очень понравились. Новый барабан Искон. Однажды вечером они положили барабан на стол Прабхупады. Все затаили дыхание в ожидании его реакции. Он ловко сознанием тела ударил в него, сыграл пару болов, талов и откинулся на спинку. Он мертвый, констатировал он. Двумя словами Прабхупада развеял всю эйфорию летающую вокруг новой мриданги. Она мертвая. И мы поняли, что не так легко удовлетворить духовного учителя. Все нужно делать правильно и качественно, потому что отношения между учеником и гуру состоят в том, что буру хочет вскрыть совершенство из глубин наших сердец. Как женщина в деревне пахтает молоко, чтобы извлечь из него масло. Однако, если она бросит работу на полпути и скажет «Я сделала свою работу достаточно», масла не будет. Я увидел, что он пахтал, пахтал каждого в этой комнате, особенно производителем мриданги. Больше предания. Вы еще не достигли совершенства, вы должны пахтать больше, чтобы в итоге получилась совершенное чистое сердце. Пока Шила Прабхата был в Майяпуре, после фестиваля Гаурапурнимы, мы организовали, как оказалось впоследствии, последнюю публичную программу в Пандале на Кросс-Майдане. Как это было в Дели, мы пригласили важных людей в качестве почетных гостей. Но самой важной персоной был, конечно, премьер-министр Махараштры Шри Эз Б. Чаван. Он очень хорошо относился к Шри Прабхата и по-настоящему помог преданным получить разрешение на строительство храма в Джуху. Шри Прабхата был очень доволен, когда он приехал и выступил. И Шри Прабхата также обращался к нему с теплыми словами и сказал, что пока мы находимся в материальном мире, пока мы участвуем в политике, всегда будут какие-нибудь беспорядки, но мы должны терпеть трудности и продолжать исполнять наши обязанности в сознании Кришны. Здоровье Прабхата значительно ухудшилось. В то время у него не было мышечной силы. Ранее в Майпуре он вытянул руку и хлопнул себя там, где были мышцы его руки и сказал «спущенная шина». Здоровье Прабхата сильно пошатнулось. Разбитый он сидел на своей асане. Однажды вечером эпиграфом лекции был стих «Свиньи, собаки, верблюды и ослы прославляют того, кто не имеет никакого интереса к слушанию о Личности Бога». Один ученик читал и Прабхата почти ничего не говорил. Ученик просто читал. Но постепенно Прабхата оживал. Он начал с одного предложения, затем произнес два, затем четыре. И вскоре Прабхата говорил в полную силу. У него было столько энергии. К концу лекции Прабхата проповедовал практически львиным голосом. Прабхата выбрал тему «Современная материстическая цивилизация — это полный крах. Единственное решение — сознание Кришны». Он говорил на эту тему каждый вечер. Бхавананда часто кто-то зачитывал тексты с Бхагаватом, читал комментарии, и затем Прабхата комментировал его. Я помню как сильно он проповедовал как лев, пугая местных жителей, пытаясь разбудить их, встряхнуть их. Я не помню, чтобы когда-либо еще Прабхата был так напорист, энергичен и с таким сильным чувством доносил свои слова, напоминая им. Вы родились в Индии. Если вы хотите достичь совершенства в своей жизни, не живите как кошки и собаки. Совершайте Пару Пакар. Примите сознание Кришны. Я был там, когда показывался этот спектакль. Я помню Вайкунта Плеерс. Я помню, как хорошо играли главные актеры. Единственное, что удивило меня, это американская леди в роли Ситы. Я не против, если американец играет Раму, но я все еще не избавился от телесного сознания. Но важно было то, что эти актеры играли так изумительно. Они действительно извлекли лучшее из Рамайны. В конце Прабхупада сказал, что это лучше, чем читать книгу. Затем, тем вечером, он сказал еще кое-что. Когда сам господь актера, который по-настоящему вживается в роль, вкладывает сердце и душу, и тогда сам господь читания помогает такому актеру проявить все качества своего героя. Я наблюдал это, и Прабхупада был несказанно доволен в Айкундхо Плеерс. Это было очевидно. Он меня не ругал, ни за что не ругал. Он всегда был очень добр ко мне. Думаю, это то, что помогло мне еще больше полюбить его и сделать еще больше. И когда он заболел и приехал в Бомбей, они не пускали никого в его апартаменты, а я к этому не привыкла. Я заходил в любое время. Я помню, как вошел Тамал Кришна, посмотрел на меня, а я сказала, они не пускают меня к Прабхупаде. Он сказал, он отдыхает. Я отвечала, но я хочу увидеть его. Он здесь уже столько дней, а я даже не видела его. И тогда он сказал, веди себя тихо, просто войди и выйди. Помню, я вошла туда, и Прабхупада спал, а я просто постояла минуту. Помню, я стояла и смотрела на него. Он лежал там, и совсем у него болит желудок. Но этого не было видно. Он был очень спокоен. Я просто схватила его за стопы и выбежала. Я не знаю, проснулся ли он, но я помню, что я просто схватила его за стопы и выбежала. Это был последний раз, когда я видела Прабхупаду. Когда мы приехали в Ришикеш, первое, что захотел Прабхупада, это выпить воды. Кто-то дал ему воду из крана, на что Прабхупада сказал, «Разве я приехал в Ришикеш, чтобы пить из водопровода?» Я побежал к реке и принес воды из Ганги, а Прабхупада с огромным удовольствием выпил прямо из реки. В те дни я был в Брамачаре. Только что получил посвящение пару месяцев назад. Прабхупада чувствовал там покой. Нас было всего горстка преданных. однажды я готовил пищу и Прабхупада решил поучить нас готовить. Сначала он попросил меня порезать овощи, затем показал мне, как готовить рис с басмати. Он смешал рис с ги и сказал, что его даже не надо мыть, а сразу поставить на огонь. Когда рис был готов, он был очень рассыпчатым. прабхупада это очень раздосадово. Он сказал, тогда зачем с нами иметь пандита, если он даже не может сказать нам, когда икадыши. И Прабхупада сказал, чтобы мы соблюдали икадыши на следующий день. И хотя он не нарушал поста, но в тот день он тоже ел зерновые блюда вместе с нами. это свидетельство до его сострадания к ученикам. В Ришикеше Прабхупад давал лекцию каждый вечер. В то время в Ришикеше также был знаменитый Махариши Махеш-йоги и многие из его учителей приходили на лекции Прабхупады. В какой-то момент Махариши послал Прабхупаде записку «Свами я слышал что вы больны, возможно вы не должны перенапрягаться, лучше не давать лекции по вечерам». Дело в том, что он беспокоился о том, что многие из его учителей ходят слушать Прабхупаду. Там была одна женщина из Европы, очень хорошая, и она спросила Прабхупаду «Так здорово, что вы проповедуете, но что вы делаете для страдающих людей мира?» И вы подумаете, что Прабхупада проникнется к ней, пожилой, европейской женщине. Что ж, Прабхупада просто взорвался. Он сказал, «Что вы знаете о сострадании? Что вы понимаете под состраданием? Ваше сострадание — это сентименты, ваше представление о том, что сострадание — это облегчать людские страдания, это все равно, что дуть нагноящийся фурункул. Добро для такого больного состоит в том, чтобы разрезать фурункул. Поэтому сострадание — это прорвать невежество, в котором пребывают люди. И наша проповедь основана на этом понимании. Невежество — причина страданий, и просвещение людей — это способ избавления их от невежества. в Ришикеши все было замечательно, и Прабхупада там отдыхал, и мы замечательно проводили время. Затем неожиданно налетел сильнейший ураган, зловещая буря. Это был не только ливень, но настоящая буря, опрокинувшая в нескольких местах опоры электропередач, что вызвало сбои со светом. Ко всему этому стало очень холодно, холод, дождь, ветер. Небо было зловещим, страшным. В те дни я приходил к Шалепрападе с 12 до 2. Где-то в час Прабхупада позвал меня и сказал мне, «Мне пришло время умирать, и я хочу умереть во Вариндауне». Позаботься о том, чтобы меня отвезли во Вариндауне. Это было для меня таким шоком, я был как громом пораженный. В тот вечер мы упаковали вещи и решили уехать следующим утром. «Радхакришна прадхакришна 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 когда Прабхупада пришел к себе в комнату, все преданные собрались там. И там Прабхупада объявил новость о том, почему он приехал. Я помню, как во мгновение их счастье сменилось агонией. они все заплакали и понимая их чувства шива пропада начал успокаивать преданных говоря фитиль амбренности материального существования и он процитировал стих дхинус мини от одых и мы лишь переселяемся из одного тела в другое прахупада позвал меня когда все преданные ушли и сказал сегодняшнего дня не готовь для меня дом не заставляя меня ничего есть он сказал что толку есть если у меня нет аппетита я почувствовал что прахупада действительно прекращает есть и пить словно парикшит махарадж приготовлении к уходу из тела наша гурукула тогда еще не была закончена и мы занимали комнаты в гостинице на третьем этаже самом верхнем я выходил на крышу гостиницы и смотрел на крышу дома шила прахупады вечером преданные растягивали для него москитную сетку и ставили лампу на стол я слышал как прахупада нажимал на кнопку своего диктофона и переводил он делал это из ночи в ночь кто знает как рано шила прахупада вставал чтобы переводить при его плохом здоровье когда я слышал голос шилы прахупады в тишине в риндавана в ночи когда из далекого ашама доносился звук колокола отбивающего время и крик павлина я наполнялся верой и спокойствием в ночной тишине шилы прахупада переводил для нас и для всего мира я поехала во в риндаван и получила служение секретаря прахупады мне выделили комнату с видом на крышу прахупады из моего маленького офиса мне открывался вид как с высоты птичьего полета было так здорово я помню однажды я увидела как дует сильный ветер который местные жители называют лу опасный вечер он действительно опасен для здоровья и все прячутся в домах и закрывают ставни а прахупада просто оставался на улице и переводил он продолжал работать с микрофоном откладывал его на время ожидая пока ветер стихнет на нем был лишь чадр даже когда ветер не дул и он просто продолжал переводить самым драматичным событием в моей памяти был отъезд шилы прахупады в лондон он уехал в полночь никто из преданных не спал чтобы попрощаться с прахупады потому что он ехал на запад проповедовать когда машина отъехала она неожиданно остановилась и остановилась в таком положении что я смотрела сверху нашила прахупаду и прахупада смотрел на меня ему подложили один матрас из гостиницы за спину на сиденье амбассадора и он лежал на нем я никогда не забуду как смотрела на прахупада а он смотрел на меня потому что очевидно его тело превратилась в кожу и кости но он улетал в лондон проповедовать я была в шоке потому что в таком состоянии ехать куда-то было просто немыслим однако его решимость проповедовать и служить своим преданным было гораздо больше его желание следить за своим телом и это картина с прахупады живет в моем сознании все эти годы решимость прахупады помню я стоял на аллее и смотрел как прахупада уезжает когда огни машины прахупады уже исчезли из виду я задумался о том как шила прахупада направляет свои жизненные силы только на то чтобы помогать другим приносить им благо он не делал это ради себя но ради лишь ради других и в этом слава шила прахупады шила прахупада был очень рад быть там в лондоне потому что в индии находиться было просто невыносимо перед отъездом в майяпуре произошел инцидент с нападением на храм когда арестовали баба нанду и других преданных и шила прахупада понял что те люди на самом деле искали его они хотели арестовать его и поэтому он не хотел слышать об индии он сказал что я сделал все что они делают это преследует меня когда он приехал в лондон то сказал здесь все такие хорошие все всегда помогают мне мы приехали в поместье зашли в его комнаты я помню как я сидел с тот день и на следующий день в гостиной и он делился своим удовлетворением от того что на западе все так хорошо он сказал у вас на западе все так хорошо делается люди такие хорошие если бы только они не ели коров разве нет другого мяса которое они могли бы есть кроме говядины я путешествовал я хотела приехать в европу чтобы показывать цирковые представления на улице с моей подругой в нью-йорке мы встретили предного сан киртаны который дал нам книгу и пластинку рада кришна когда мы послушали музыку я помню у меня не осталось другого желания кроме как найти тех людей которые пели такое и вот мы отправились в англию это был март 1977 года через четыре месяца предные сказали что приезжает шила правопада и мы посчитали это чудом что так или иначе нам удастся встретиться с ним многие старших предных очень переживали когда увидели его состояние но я увидела его впервые и он показался мне невообразимо привлекательным он сиял как солнце он был прекрасным как зрелый плод тапасии я никогда не встречала того кто кто бы источал столько любви я была потрясена у меня был интересный опыт когда давал первую лекцию я сидела заднем углу откуда видела его и много преданных вокруг но у меня было странное чувство что когда правопада говорил то смотрел прямо на меня и обращался ко мне казалось что он словно сидит передо мной и говорит мое дорогое дитя вот почему ты страдаешь материальном мире и сейчас тебе пора возвращаться домой кришне идем со мной я отведу тебя туда я почувствовал себя довольно глупо так как воображала что удостоилась особого внимания и вот после лекции когда я вышла в вестибюль я услышала как какой-то преданный говорит у меня было странное чувство что правопада смотрит прямо на меня и обращается прямо ко мне и затем я услышал разговор другой группы преданных и по крайней мере три или четыре разных группы преданных делились одними теми же ощущениями я была поражена что это за личность интересно также это что когда я слушала эту лекцию у меня было уникальное чувство что правопада смотрит прямо мне в душу и он смотрел на само мое я а не на ту кем я себя раньше считала но он смотрел сквозь все оболочки моей обусловленности чтобы увидеть мое истинное я кем я была на самом деле вечное духовное живое существо слугу кришны он запечатлел во мне этот опыт так ясно что мне казалось что он может вызвать меня из этих слоев обусловленности туда где сама могу познать себя поскольку я пришла поздно и и в каком-то смысле мне не повезло я смогла увидеть правопада только в его последние дни тем не менее я чувствовала что получила удивительное благословение он сидел на кресле перед божествами а киртан продолжался очень долго я помню бхагавана он вел киртан и предный пели правопада наблюдал за этим и был по-настоящему счастливым он просто слушал киртан мне это говорило о том насколько важен киртан если правопада хотя и пытался написать столько книг сделать столько дел тем не менее просто сидел в течение часа и просто слушал киртан и кивал головой но он был полностью счастлив все танцевали а он покачивал головой и выглядел очень погруженным в какие-то глубокие мысли и затем его выносили и поднимали на верхнюю лестничную площадку потом его поворачивали и он улыбался всем после чего удалялся в свои покои новости передавались всеми из устно преданные заходили в комнату потом выходили и рассказывали вам о том что там было но каждый раз было по-другому и было очевидно что правопада находился на другом уровне он перестал играть роль мадья матхи карри потому что просто прославлял каждого кто входил к нему он прославлял преданных за то что они сделали он говорил ты оказал такую великую помощь движению шилы бахтисидганты это было просто неописуемо в то время все изменилось как и всегда в присутствии правопада атмосфера была очень насыщенной но сейчас она была особенно насыщенной потому что стало яснее что правопада последний раз являет нам себя на западе меня поразил его даршин радха гакулананды он не говорил слов но просто его присутствие перед божествами давало отчетливо почувствовать что он общается с божествами и они говорят да пришло время и затем через день-два пришла новость что правопада едет на берри плейс правопада вошел в храм и предстал перед божествами на этот раз он снял свои солнцезащитные очки они все время были на нем но на этот раз перед рада лондонишварой он снял их можно было видеть слезы потоком текущие по его лицу это было потрясающе это было потрясающе